Целый ряд новых фактов о подвигах советских летчиков в годы Великой Отечественной войны открыли тверские поисковики, работая в архивах Минобороны. Оказывается, в Калининском небе наши асы совершили большое количество воздушных таранов, один из которых вошел в историю мировой авиации. Согласно последним данным, за годы Великой Отечественной советские пилоты совершили более 600 воздушных таранов. Это во много раз больше, чем у союзников и у противников вместе взятых. Среди тех, кто отличился в Калининском небе, герой Советского Союза Алексей Катрич и Борис Ковзин. Катрич вошел в историю как автор первого в мире высотного тарана. В 1941 году он таким образом на высоте 8 тысяч метров сбил немецкий самолет-разведчик. Так как летчик остался жив, он рассказал о ситуации. У него кончился боекомплект, и им было принято решение таранить вражеский самолет, потому что он уже уходил с нашей территории, произведя необходимую фотосъемку. Повезло, сделав таран, совершить посадку на своем самолете и другому советскому асу, воевавшему в Калининском небе, Борису Ковзину. Причем он также вошел в историю мировой авиации. Ведь он сбивал таким образом немцев не один раз. Это уникальная ситуация. Тоже летчик в период с 1941 по 1942 год совершил 4 тарана воздушных. Остался жив после всех этих, причем и как и Алексей Катрич, так же и Борис Ковзин. Они прошли войну, и успешно прошли войну, живыми вернулись. Все это тверские поисковики узнали благодаря кропотливой работе в архивах. По словам Валерия Смирнова, они постараются выяснить новые любопытные факты, как об этих, так и о других пилотах Великой Отечественной. Поскольку в документах Минобороны есть еще много чего интересного.